Всем привет! Это наш третий выпуск под микроскопом, и нам есть что вам показать. Самые простые вещи при увеличении выглядят действительно необычно. К примеру, обычный одуванчик при увеличении выглядит вот так. С центра тянется множество нитей, которые в конце делятся на двое и закручиваются в разные стороны. Совсем маленький и незаметный цветок цветущей травы под линзой становится красивее. В центре цветка видно немного пыльцы, которую в дальнейшем собирают пчелы. А вот так выглядят рыжие муравьи, найденные в старом гнилом корне. Вечно в движении нам их не совсем получилось запечатлеть. Всем известный жук-солдатик. В один момент его панцирь нам напомнил маску древних индейцев. Но чем вам не маска? С глазами, ртом и носом. Есть версия, что такой окрас отпугивает более хищных и больших насекомых. Далее на глаза нам попался еле заметный ярко-красный жучок. Им оказался клещ-краснотелка. Он обитает в почве и не является вредителем для растений. Эти клещи не только не опасны, но даже полезны. Поедая насекомых и их яйца, они удобряют тем самым почву. А в восточной медицине из этого клеща получают масло. И используют в качестве лечения от паралича. Ну а этот боевой окрас принадлежит осе. Лишь два цвета, черный и желтый. На голове можно разглядеть сенсоры, по которым насекомое распознает опасность. Их еще называют простые глазки, состоящие из одной линзы. Вот так выглядит микросхема современного смартфона. Каждая микродеталь отвечает за определенный процесс. И без одного маленького диода или микросхемы ничего работать не будет. Вы только представьте, насколько это тонкая работа. Вы наверное заметили, что мы долго не выпускали видео. Поверьте, у нас были весомые причины. Хочу сказать спасибо, что несмотря на это вы остаетесь с нами. Также хочу заметить, что видео с колонкой из Pepsi набрало самое больше просмотров. Я даже не знаю, чем оно вам так понравилось. Что ж, на этом все. Ждите новые выпуски. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok